Приветствую, товарищи! На связи Alex Chrome. Так уж вышло, что осень, а в особенности октябрь, чертовски хорош на релизы крупных и довольно приличных игр. Обозреваемая сегодня не исключение. В этой игре нам предстоит ползать по гнилым канализациям, пробираться через горы трупов и лужи крови, блевотин и говна и всего того, чем может нагадить человек. Сегодня речь пойдет о The Evil Within, якобы хоррора от небезызвестной беседки, который якобы должен нас напугать. Игра создавалась в студии Танго, при участии такого именитого задрота игровой индустрии, как Цинзи Миками, создателя культовой серии Resident Evil. Собственно говоря, в новой игре поменяли лишь первую часть названия, а Evil осталась, как и масса других наработок. В данном видео я расскажу, сможете ли вы достроить кирпичный гараж, поиграв в The Evil Within, или скорее выблюете весь обед вместе с желудком прямо на клавиатуру. Рекомендую во время просмотра данного видео ролика не хавать. Забрыганный монитор ответственности не несу. The Evil Within action Да, вы не ослышались, это экшен. Возможно, именно поэтому она не столь пугает, как хоррора от первого лица. Сразу делаю оговорку, я не играл в Resident Evil, поэтому о том, что игры дичайше похожи, слишком много говорить не буду. Но имейте ввиду, что игры дичайше похожи. Да. Что нам предстоит делать в The Evil Within? Во-первых, прятаться. Большую часть геймплея занимают прядочки от злых дяденек, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь шлёпнуть и порубить на мелкие кусочки. Прядки здесь довольно простые. Пригнулся, сел раком и крадёшься. Глазок в центре экрана означает, что враг рядом, а когда глазок становится большим, всё, маш жопу вазелином. Хотя если игрока спалили, он ещё может выжить, банально убегать в соседние комнаты и прячься в укрытие. Укрываться можно во многих отнюдь не новых местах. В тех же кабинках, известных нам по Outlast. Когда мы прячемся куда-нибудь, вид становится от первого лица. Тут всё как всегда. Во-вторых, можно мочить. Если в том же Outlast мы могли только уносить ноги, то в The Evil Within смело можем сносить бошки и рвать передаки зомбям. По сути, сделать это можно двумя способами. Агрессивным и немного глупым, либо холодным и более полезным. Агрессивный и открытый отличается тем, что протагонист просто берёт пестик, либо ружьё в руки и расшибает кочерыжку врага пулями. Разлетается башкень как арбуз, что весьма доставляет. Однако не спешите фапать на огнестрел, патроны тут редкость. А сперва стрелять весьма непривычно, так что лажать мимо цели иногда придётся. Также можно смастерить подручные следства, дабы ещё более извращённо расправляться с местными олигофренами. Что-то вроде арбалета. Почувствуйте себя Дэрилом Диксоном, так сказать. Ну и второй способ, чуть труднее, но эффективнее. Месть звездюкам подкравшись сзади. Тем, кто играл в Dishonored или Seruzis 2, будет понятно. Просто на картах подкравимся к NPC, сжимаем кнопочку и главный герой начинает шинковать головёшку врага ножиком. Выглядит эпично и круто. В принципе, больше заняться в игре нечем. Просто крадёмся, ищем выход из сложившейся ситуации и фапаем на графон. Правда, скрашивает атмосферу система прокачки. Да, она есть в каждой игре без сетки. Собираем зелёные банки с мозгами, местные очки, так сказать. Прокачиваем здоровье, либо прочую фигушку, особо не влияющую на игру. Порадовали разные удачные сцены с побегами от монстров и попутным обхождением смертонозных ловушек, напоминающих фильм Пила. Теперь об NPC. Здесь они довольно странно себя ведут, и впечатление у меня сложилось двоякое. Вроде иногда они предстают в виде профессоров МКУ и палят тебя, казалось бы, в отличном укрытии. А иногда, можно прямо у них из-под носа слямзить ключи или иную плюшку. Видимо, тупость и мудрость у ботов чередуются, что делает игру какой-то недоработанной, словно играешь в альфа-версию. И немного об управлении, которое сделано весьма коряво. Если к камере алкашки привыкнуть можно, то к резкой смене позиций нет. Когда вы будете двигаться из угла в угол, или просто исследовать узкие коридоры, камера может перенестись на другой бок. Иными словами, поменять плечо персонажа. Что, кстати, самими нами не контролируется, как и масштаб отображения персонажа. Сюжет для беседки всегда был важной штукой. Evil Within не исключение. Мы играем за сальное тело детектива-брутала Себастьяна Кастелланоса. Озвучка радует, поскольку подчеркивает мужской брутальный образ данного кента. Но это поначалу. Когда Фортуна поворачивается к герою задницей, его брутальность катится в говно. В общем, приезжаем на вызов в психушку, заезженное место, кстати, для ужастиков. Там, мол, дерьмо творится, объясняют нам по рации. Но делать-то нечего, служба такая. Тащим жопы на место, заходим в дурку. Море трупов, кровища, все дела. В итоге героя вырубает какой-то парень в капюшоне. То ли Алекс Мерсер, то ли ассасин, шиш поймёшь. Так или иначе, мы приходим в сознание подвешенным за ноги в подвале лечебницы. Потом пытаемся выбраться, раскачиваясь. Да, напоминает последнюю ларку. Ларку, да. А дальше потихоньку сваливаем. Всё место действия так и будет протекать в дурке. Но нет, мы спустя некоторое время убираемся оттуда. Но это не играет особой роли, поскольку остальной мир тоже начинает катиться в днище. Всё рушится, ломается, бум, трах, бэмс, графон. В общем-то всё. В итоге мы очухиваемся в каком-то лесу и продолжаем свой путь. Сюжет, в принципе, довольно забавный, хоть местами и с пафосом и клише. Но всё-таки игру он тянет вверх, а не вниз, как многие другие детали. Самая вменяемая часть игры. Несмотря на обилие всего, что может из себя вытащить человек, а именно мозги, внутренние органы, кровь, рвоту и тонны дерьма из саки, сеттинг не то чтобы отталкивает. Да, всё это вызывает странные чувства в животе, особенно после плотного сафрака, но изучать локации интересно. В ней, правда, есть псевдо-открытый мир, в котором можно изучать буквально всё. Разрабы обратили внимание на детали и сделали приятный в особом смысле сеттинг. Вообще, у ребят со стилем всё в норме, правда, общая атмосфера слегка отдаёт пилой. Все эти колючие проволоки, ужасающие эксперименты над пиплом и так далее. В общем, атмосфера исключительно порадовала, настолько глубокой и продуманной, не встречаешь ни в одном хорроре. Честно говоря, большую часть работы по устрашению делает именно сеттинг. Именно жуткие локации, скребучие двери, тёмные и суровые помещения. Именно это заставляет ваши ляжки колыхаться и вырабатывать больше кирпичей. Графон с годами хорошеет, и Evil Within не исключение. Игра очень классно смотрится, шикарный тень, свет, да и общая детализация порадовала. Начиная с модельки главного героя и заканчивая бензопилой местного маньяка убийцы, Всё сделано шикарно, но с точки зрения оптимизации, всё не так гладко. В недавнем Alien Isolation FPS держится ровнее, да и лаги и зависания игры крайне редки. The Evil для более мощных компьютеров. Поэтому владельцы слабеньких четырёх годовалых ископаемых могут доставать ведро, ибо слёз вам придётся пролить немало. Не слишком велики настройки. Если бы можно было настроить больше параметров, возможно и графика бы снижалась сильнее, а следовательно и относительно слабые компьютеры тянули бы игру. Движок, к слову, отлично работает с тенями и светом, благодаря чему атмосфера становится мрачнее. И это безусловно радует. The Evil Within это отнюдь не хоррор. Вот если вы проглотили иголку, клубок ниток, просроченную сосиску или ещё чего, если хотите, чтобы это вышло наружу, смело садитесь за игру. Скорее всего, от обилия местных сцен вы сделаете блёву, но испугаетесь? Навряд ли. Игра безусловно интересная, неординарная и цепляющая. Но не хоррор. Постаревший Outlast пугает гораздо больше, так как это игра про ужасы, а The Evil Within скорее расскажет вам интригующую историю и даст поизучать свой безбашенный и жестокий мир, ну и также анатомию человека. Это психологический триллер не больше. Безусловно, советую сыграть, ведь такой проект выпускают крайне редко. Впечатление об игре раздвоенное, вроде бы всё классно, отличный мир, клёвый сюжет, графика не отстаёт от современных ПК и видюшек-плюшек. Но всё портит слабый интеллект ботов, тупость камеры, лёгкий плагиат и иные баги, видимо не до конца доделанной игры. Ну и плюс посрать кирпичами удаётся редко. Вроде бочка мёда, но с ложечкой дерьмишка. Цена на игру в Steam составляет 1000 рублей, хотя красная цена этой игры, ну в крайнем случае 700. Да, и кстати, в Steam-версии игры наблюдаются противные чёрные рамки сверху и снизу, на что, собственно говоря, и жаловалось большинство пользователей. На пиратке почему-то есть вариант запуска без них. Вот и плати после такого бабло жирному гейбу. Моя оценка The All Within 7,5 колючих проволок из 10. Вы смотрели самый позитивный обзор на самом весёлом канале Ютуба. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки под видео и подписываться на канал для поддержки автора. Я буду признателен как каннибал с бензопилой, объевшийся печенек, если вы посмотрите обзор на Stix Master of Shadows и обзор великолепной Alien Isolation. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok